Дальше. У нас также есть логарифм от σ с минусом. Это выражение также одинаково для всех элементов нашей выборки, и оно будет тоже домножено на n. Дальше у нас есть вот этот член. x минус μ в квадрате делить на 2 σ в квадрате. В этом члене у нас для каждого элемента x разный, а μ и σ одинаковы. Соответственно, сумма вот этих членов будет равна 1 делить на 2 σ в квадрате, это можно вынести за скобки, умножить на сумму i от 1 до n x и t минус μ в квадрате. И вот все это выражение мы хотим максимизировать по параметру μ. Однако в этом выражении далеко не все можно оптимизировать. Например, вот этот член никак не изменяется при изменении значения μ. Это означает, что параметры, при которых достигается максимальное значение интересующей нас функции, никак не зависят от этого члена. Соответственно, его можно выкинуть, не рассматривать в процессе оптимизации. То же самое можно сказать и вот про этот член. Минус n умножить на логарифм σ, потому что μ сюда тоже не входит. Кроме того, этот множитель, 1 делить на 2 σ в квадрате, тоже не вносит никаких изменений в параметры, при которых достигается максимальное значение. Потому что какая разница, что мы максимизируем? Значение f или значение α f при условии, что α больше 0? Нет никакой разницы. Параметры f будут одними и теми же, чтобы мы не максимизировали f или α f. Поэтому вот этот множитель можно тоже убрать из рассмотрения. Соответственно, параметры, при которых достигается максимальное значение нашей исходной вероятности, будут такими же, что и параметры, при которых достигается максимальное значение логарифма нашей исходной вероятности. И они будут теми же, что и параметры, при которых достигается максимальное значение функции минус сумма x и t минус μ в квадрате.